Только что стало известно, что в Лондоне на 69-м году жизни умер близкий друг Бориса Березовского, бывший заместитель генерального директора аэрофлота Николай Глушков. В России его обвиняли в крупных хищениях. В марте 2017 года он был приговорен заочно к 8 годам лишения свободы по делу аэрофлота. Последние годы Глушков жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. По некоторым сообщениям, на теле бизнесмена найдены следы удушения. Лондонская полиция сообщила, что смерть Николая Глушкова расследуется контртеррористическим отделом Скотланд-Ярда пока как необъяснимая. Также было сказано, что не найдено свидетельств, что она связана с покушением на убийство Сергея Скрипаля, происшедшим 10 дней назад в Солсбери. Вечером в понедельник полицию вызвали по адресу, по которому проживал Глушков. Он был найден мертвым. Были сообщения, что дочь Глушкова обнаружила его тело со следами, как было сказано, удушения. Глушков был близким другом российского магната Бориса Березовского, который также был найден мертвым 5 лет назад в поместье бывшей жены и тоже со следами удушения. Полиция тогда сочла эту смерть самоубийством. Мы сейчас едем к дому, где все это произошло. Известно, что Николая Глушкова обнаружили вчера вечером в 22 часа 46 минут по местному времени. По крайней мере, так написано в информационном сообщении Скотланд-Ярда. Там ничего не указано об обстоятельствах его смерти. Единственное сказано, что трактуется как необъяснимая она. Но по информации одного нашего источника, достаточно достоверного, насколько мы знаем, все-таки там есть признаки насильственной смерти, что это было удушение или какой-то другой способ убийства, пока непонятно. Я напомню, что Скотланд-Ярд официально ничего об этом не говорит. Но тот факт, что на месте работают не обычные детективы, а сотрудники одного из контртеррористических подразделений лондонской полиции, говорит, безусловно, о многом. Правда, как утверждают Скотланд-Ярди, никакой связи между смертью Глушкова и отравлением Солсбери нет. Просто вот эти меры расследования сотрудниками контртеррористического подразделения предприняты в связи с неким кругом общения Глушкова. Я напомню, что круг общения Глушкова – это прежде всего Борис Березовский. И Березовский, как известно, в 2013 году был найден мертвым в доме под Лондоном. Так вот, Глушков, он был одним из тех, кто до конца не верил в то, что Березовский совершил самоубийство. Но вот теперь что же произошло с Глушковым? Мы сообщали с ним последний раз в прошлом году, как раз в день, когда был вынесен ему заочный переговор в Москве. Он никак не заявлял. Мы разговаривали с ним по телефону. Никаких заявлений относительно того, что кто-то угрожает его жизнью он не делал. Известно, что у него были проблемы со здоровьем. Из-за чего неоднократно переносили здесь в Лондоне слушание по иску аэрофлота к Березовскому, Глушкову и группе компании «Фороск» по возмещению ущерба 122 миллиона долларов. И что интересно, как раз вчера, в понедельник, должно было состояться заседание суда. Но Глушков на него без объяснения причин не вёлся. И как мы видим теперь, причина была в том, что он просто уже не был жив, по всей видимости. И ещё одна загадочная смерть Великобритании, которая, судя по всему, может стоять в том же ряду, что и дела Бориса Березовского, Александра Литвиненко, Бадри Патркацышвили, Александра Перепеличного. Ну, всякое бывает. Но тут важна реакция Скотланд-Ярда. Говорят, смерть Глушкова наступила внезапно, при подозрительных и необъяснимых обстоятельствах. Будут расследовать, и уже подключили контртеррористические подразделения. Ничего не напоминает? Нет, это даже не дежавю. Это как будто прямое продолжение истории с бывшим полковником Гру Сергеем Скрипалём и его дочерью. Как говорится, чтобы мало не показалось. Ну, конечно, заявление о причастности России в случае с Глушковым ещё не прозвучало. Но все же понимают. Николай Глушков, that he has been found dead. Николай Глушков, we understand from his lawyer speaking to Russian media. British counterterrorism police were on Tuesday investigating the unexplained death of a Russian associate of late tycoon Boris Berezovsky, but said the death was not thought to be linked to a nerve agent attack on a former Russian double agent. Police said they did not think Глушков's death was linked to a nerve agent attack on former Russian double agent Sergei Скрипалём in the southern city of Salisbury. He fled to London in 2000 after a role with Russian leader Vladimir Putin. Ветеран автоваза Юрий Цельников в фейсбуке высказался о смерти Глушкова следующим образом. Сегодня, 13 марта 2018 года, ушёл или ушли из жизни Николай Алексеевич Глушков, работавший с октября 1991 года директором по экономике и планированию объединения автоваз. Он сменил в этой должности Ясинского Александра Ибрагимовича. Замена произведена Каданниковым под влиянием Березовского. Уволился Глушков уже с должности генерального директора Департамента экономики и финансов АО «Автоваз». Вместо него назначили Норова Эркина Рахматовича. Заявление на увольнение по собственному желанию Глушков написал почти сразу после трагической гибели Влада Листьева. Странный и скорый отлёт из Тольятти Николая Алексеевича после убийства тележурналиста и суеты Березовского в кругу Логовазовской публики и Вазовской тоже так и осталось загадкой для многих, кто лично знал Глушкова. Борис Березовский. Человек в думах о народе, родивший идею народного автомобиля. Предложил начать строить в России рынок продажи автомобилей. Предложил, пробил у Ельцина разрешение на её реализацию, подключил средства массовой информации и процесс даже не пошёл, закипел. Эти акции будут обеспечивать высокий уровень дивидендов на уровне 20-30% в валюте. Люди вкладывали в народный автомобиль последние, покупали акции и уже видели своё счастье на экранах страны. Рекламный ролик Аввы, снятый на Западе, завораживал. Ельцин, как и потом, много лет спустя, будет ещё долго доверять Березовскому. Это вопрос непростой. Борис Абрамович хорошо его знает, занимался. Да и сейчас занимается так между делом. Так что у меня оптимизм всё-таки есть, что мы не провалимся. Но тогда с Аввой дальше обещаний Березовского дело так и не пошло. Обман элементарный. Сбор денег на так называемый народный автомобиль. Собрали 20 миллионов. Потом говорят, а у нас ничего не получилось, денег не хватает. И всё это, значит, рассыпается. Березовского посуд! Березовского посуд! Эта пирамида была АВА. Там, в принципе, всё было рассчитано вот как обыкновенная математическая пирамида. Никто, конечно, не собирался ничего делать. Нужно было собрать деньги. Насобирали там кучу денег, вкатчали туда ещё бюджетные деньги, помимо всего. Там же, помимо народных же денег, огромное количество бюджетных было денег. Вероятно, это был тот самый случай, когда доктор физико-математических наук впервые внедрил в жизнь свою диссертацию по теории оптимальных решений. И принял решение предельно оптимальное. Пирамида. Красивая снаружи, прибыльная внутри. Автомобиль Жигули, стоимость автомобиля Жигули равнялась стоимости однокомнатной квартиры. Бизнес продолжался, пока люди верили и несли свои деньги. Когда поняли, что народный автомобиль дутый, было уже поздно. Здорово. Давай, мама. Такая машина. Березовского не растерзали, его не постигла судьба Мавроди. Более того, очень скоро появилась новая бизнес-модель. Логоваз. Хотя бывший директор ФСБ называет её не пирамидой, а уже простым мошенничеством. Логоваз – это ещё одна афёра, причём достаточно элементарная. Как вы помните, у нас в стране машины Жигули стоили на тот период порядка 7 тысяч долларов. А за рубежом, когда мы поставляли туда, да, за рубеж, 2-3 тысячи долларов. Причина такой разницы проста. Жигули, или, как их называли в экспортном варианте «Лада», никогда не были продуктом конкурентоспособным. Но продавать их хотелось, так как была нужна валюта. Вот и предлагались они за рубежом по бросовым ценам. Так вот, за счёт вот этой разницы, по документам проходило, якобы, они реализованы там за рубежом за 2-3 тысячи, а на самом деле реализовывались здесь по 7 тысяч. Вот разница, которая элементарно клывалась в карман организаторов этого самого Логоваза. То есть в карман профессора Березовского, считает Ковалёв. Автоваз беднел, Логоваз богател. В итоге Березовский вскоре стал контролировать примерно 10% всех продаж Жигулей в стране. В 92-м году оборот его фирмы составил 250 миллионов долларов. Это были первые деньги, которые мы заработали. В то время огромные деньги – это были миллионы. Многие сотрудники спецслужб, в том числе и сам директор ФСБ Николай Ковалёв, писали тонны служебных записок. Результат был ноль. Правительство пишет об этом, что прямой ущерб от деятельности подобной рода фирмы. Ответ – нарушение российского законодательства не выявлено. Господин Глушков в начале 90-х являлся заместителем гендиректора АО «Логоваз», созданного Березовским. Затем руководил финансовым департаментом «Автоваза». А в 96-м году стал заместителем гендиректора Аэрофлота. Через 4 года его арестовали за хищение валютной выручкой авиакомпании. Однако Савеловский суд приговорил бизнесмена к сроку, который тот отбыл под следствием и судом – 3 годам и 3 месяцам заключения. Освободившись, Глушков тут же уехал в Великобританию, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы пересмотрел дело Глушкова и назначил ему еще 8 лет заключения. Теперь уже, правда, заочно. Авиакомпания, дескать, Совковая, ее надо учить западному менеджменту. Никто почему-то не вспомнил, что Аэрофлот на тот момент был одним из самых эффективных предприятий отечественной экономики. Чистая прибыль для страны – почти 100 миллионов долларов ежегодно. Кроме того, Аэрофлот имел кое-что более ценное – это был бренд для Запада, имя, которое само по себе капитал. Помимо того, что Аэрофлот зарабатывал на собственных перевозках, через него в бюджет страны непрерывным потоком шли деньги, которые платили все ведущие авиакомпании мира за право пролетать над огромной территорией нашей страны по транссибирскому маршруту. Сумма немалая – до 300 миллионов долларов в год. Авиакомпании перечисляли деньги Аэрофлоту, а тот автоматически переводил их в бюджет страны. Так было до 95-го года. До того момента, когда в Аэрофлоте всем стали распоряжаться Березовский и пришедший с ним по Таркацешвиле. Березовский, пользуясь своей, конечно, непомерной силой тогда, организовал так, что Аэрофлот перечислять эти деньги в бюджет перестал. Они стали собственностью Аэрофлота и собственностью, можно сказать, Березовского. И пошли вот в эту Андаву. Ну, грубо говоря, в общем-то, для воровства бюджетных государственных денег. Фирма Андава. Такие в бизнесе называют помойками. Через них отмываются деньги, благодаря им уходят от уплаты налогов. Если говорить о фирме Андава, то это общество с ограниченной ответственностью, с составным капиталом в 10 тысяч рублей. Два человека учредители. Березовский, да, и с другой стороны гражданин Швейцарии. А вся валютная выручка Аэрофлота сосредоточена там, на счетах этой фирмы. Мешал этой прекрасной схеме лишь директор Аэрофлота Тихонов. Березовский включил проверенный метод. К Тихонову стал регулярно захаживать Бадри по Таркацешвиле. Его только появление в моем кабинете приводило меня всегда в ужас. Я боялся его. Страхи были вполне обоснованными. Когда стало раскручиваться дело Аэрофлота, масштабы хищений ошеломили даже многоопытных сотрудников спецслужб. И это был, пожалуй, первый случай, когда Березовскому пришлось отвыкать от неприкосновенности, которую, как ему могло показаться, он честно заработал. Похитил как минимум свыше 150 миллионов долларов. Это то, что только удалось доказать.